Еще в прошлом году хочу напомнить о том, что Залужный в офис Зеленского говорил о том, что с Солидара и с Артемовска нужно вывести подразделения, так как это тоже незначимые города, а укрепление сосредоточить на северном направлении, в районе Северска, Константиновки, Славянска, Дружковки, вот в этих населенных пунктах, для того, чтобы не дать возможности дальше продвигаться российским подразделениям и их остановить, а впоследствии уже их и опрокинуть. То, что Киевская кунта приняла решение не уходить с Артемовска, безусловно, им нужно время для того, чтобы они сформировали или доформировали, так сказать, какие-то там оперативные пулаки, для того, чтобы они оказали помощь Артемовску. За которой идут бои. Вот Солидар, который уже мы отбили. И вот Северск, где наше подразделение Чавка-Вагнер поддавливает противника. Вот агломерация городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка. А где сосредоточены большие силы противника. А это вот между Солидаром и Артемовском, ну ближе, наверное, это вот Часов Яр, где противник может сосредоточить силы и средства для того, чтобы оказать помощь Артемовску. Точно так же могут нанести удар и со стороны Северска, и со стороны Краматорска, чтобы приостановить, так сказать, или опрокинуть наше подразделение. Ну, в самом Артемовске, я так понимаю, там, ну, смысла нет посылать каждый день или штурмовать. Ведь, а, мосты они повзорвали, пешеходные мосты, автомобильные мосты, даже последний мост, это железнодорожные, они взорвали. Есть огромное количество речек, тем более сейчас весенние распутятся. Для них очень сложно будет, и они не захотят обратно же по одной единственной дороге, которая уже под обстрелами, отправлять туда большое количество техники. Поэтому, по всей вероятности, они могут сконцентрировать свой удар либо со стороны города Северск, с северной стороны, либо с направления Часов-Яр, может быть, еще южнее. Поэтому сказать о том, что они прям категорично не хотят сдавать, конечно, не хотят. Ведь одно из таких важных моментов, я еще хочу сказать о том, что, по всей вероятности, не сформировано то, к чему они идут и к чему они двигаются. Не сформированы их бригады до конца. Может быть, в ожидании леопардов, может, в ожидании машин пехоты. Ну, по крайней мере, машины пехоты к ним уже заходят, они на них уже передвигаются. А вот там леопарды, пантеры, то, что там Запад обещал, до сих пор их нет. Поэтому, по всей вероятности, будут использовать наши советские танки Т-64, Т-72, Т-80. Вот этот у них и будет остальной кулак. А те леопарды, которые придут, возможно, они будут использованы в обороне Киева или Киевской области. Там рули не играют. Сразу же в бой они бросать не будут. Может быть, для поднятия морального духа, так сказать, своих воинов загиблого свита, может быть, отправят там какой-то там десяток таких танков. Но это когда будет. Эти танки до сих пор, они там, наверное, подготавливаются еще в Польше, готовятся для того, чтобы они сюда перешли. Потому что то, что Запад там заявляет, допустим, они там поломаны или еще что-то. Чушь собачья. Все танки у них в рабочем состоянии. И позиционирование того, что где-то что-то не готово, снарядов не хватает. И со снарядами, и с техникой у Запада все хорошо. Точно так же, как и у Киевской хунты. Поэтому не надо надеяться о том, что враг прямо сегодня испугался и сломался. Он будет еще зубы показывать свои и клыки свои показывать. И, к сожалению, недавние удары по нашим городам, брак от ЛМР, и с Хаймерсом, и с 155-й снарядов. Доказательство того, что со снарядами и с ракетами все в порядке, к сожалению. Заявляет Запад, он не верит в успех в УСУ. Конечно, я даже со своей точки зрения скажу, что в УСУ нет никаких шансов победить нашу армию, нашу русскую армию. Что бы они там ни думали, сколько бы там в оружие не подавали бы, поверьте, геноцификация, демилитаризация дойдет до западной границы Украины. И никто от этого не уйдет. Не уйдет от того, что совершили здесь, на территории Донбасса, преступление. На территории Украины преступление. Все пойдет в пыль и в прах.